Здравствуйте дорогие друзья и коллеги с вами вновь фирма Петерсон и я Эдуард Петер и как вы уже наверное догадались по моей шапочке что видео не планировалось секрета тут никакого нет когда я не планирую видео то я в этот момент могу быть не совсем причесан и не совсем побрит то есть и когда мне в процессе того что я делаю приходит в голову а вот этим можно поделиться то тогда я надеваю шапочку снимаю себя далеко и начинаю делать это неожиданное видео что меня мотивировало в этот раз во-первых не принесли опять значит кучу чужих фотографий для образца я должен этим образцам следовать кое-что я вижу что я уже снимал а кое-что нет и мы сейчас с вами посмотрим поближе это речь идет а вот это штуки это так называемый шуешпанунг то есть растяжка для ботинок довольно таки дорогая потому что и ботинки которые туфли носят эти люди которым это нужно довольно таки дорогие от 300 и выше евро за пару поэтому наверное есть смысл такие вставлять туда штучки чтобы оба сохраняла форму теперь я бы хотел вам показать вот эти картинки прежде всего ну и сказать о второй мотивации которую меня подвигает сейчас делать серию таких видео это то что мой канал по стимпанку обогнал двухлетний канал по фотографии по предметной фотографии количество просмотров превысило количество подписчиков за месяц превысило наш любимый канал для меня вообще это чистая загадка этот ютубовский вообще вот эта раскрутка я вы знаете этим не занимаюсь и не хочу этим заниматься но просто когда я вижу что какой-то человек выдавил прыщик у себя на носу и заработал полмиллиона просмотров тут немножко чешешь голове я тут два года стараюсь у меня полмиллиона просмотров за два года но не в этом дело то есть я бы хотел немножечко поднять и наш канал опять на ту высоту на которой он находился у меня было порядка 40 50 тысяч просмотров сейчас упала до 20 тысяч поэтому я думаю что нам надо немножечко поработать не надо поработать а вам посмотреть и так давайте мы сейчас подойдем к этим самым картинкам и я вам их сейчас все покажу и и так вот картинка где должна быть эмблемка здесь видно структура дерева остальное уходит в нерезкость то же самое здесь то есть задники покажены хорошо и так это плавно уходит опять же давайте посмотрим что еще нам приготовил наш нужно снять ботинок в ботинки этот самый растяжку эту так но это в общем то не так сложно потом в этом ракурсе нужно ботиночки снять теперь разобрать это дело раскрутить и снять как выглядит механизм не знаю удастся ли мне это сделать ну хотя вот я вижу здесь болты наверно это раскрутить и разойдется так следующие в коробки с коробкой снять вот таким образом чисто профиль и чисто сверху потом парочку вместе сфотографировать 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 вверх и низ сделать такой коллажек и на страницу их не сделать вот такой увеличенный рисунок картинку ну и здесь тоже мне принесли пол ботинка в эти пол ботинка надо будет засунуть растяжку и тоже вот таким образом снять то есть уже судя по этим фотографиям видно что придется по-разному настраивать свет не на всех но я уже вижу три-четыре схемы по крайней мере начнем начнем мы нашу эпопею вот с этого рисунка с этой картинки где нужно только в общем то хорошо показать нужно эмблемку и все остальное должно уйти в нерезкость вы видите у меня установлен здесь стол большой те кто просматривает мои видео регулярно знает из чего она состоит что это очень дешевая конструкция но она хорошо помогает при съемке вот таких более-менее больших предметов но это же не не ювелирка понятно да что он не пришло при этом в голову но ясно что я поставлю здесь на камере где-то порядка пять и шесть шесть и три может быть диафрагму и сосредоточиваю фокус только на эмблемке остальное должно уйти в нерезкость так как свет не может в этом случае излишне помешать то я поставил просто здесь сверху софтбокс который мне это осветит а самое главное позволит сделать красивый рисунок на эмблемке давайте мы подкатимся поближе я сейчас покажу как я установил эту схему то есть я расположил эти шуи шпаны растяжки вот таким образом примерно как на рисунке здесь сделаю точки съемки немножко пониже но фокус оставлю вот здесь теперь начинается самое интересное то есть проверка той схемы которую я себе продумал этих установок на камере давайте нажмем на курок первая картинка и сейчас я немножко изменю ракурс вот так то есть дам выбор своему заказчику много не дам потому что дать человеку выбор он замучается ну вот дорогие друзья как оказалось схема была правильная то есть задумка была правильная что на софтбокс он и осветил сам фон и сделал хороший градиент на самом на самой эмблемке в принципе я думаю что заказчик будет доволен этой картинкой потому что снята в один кадр и практически не нужно ничего делать фотошопе возможно там чуть-чуть выбелить фон вот и все но у меня волнует другой вопрос я это видео сейчас закончу и в комментариях я бы вас попросил сказать мне чего вы хотите дело в том что есть два пути есть два пути а первый путь я снимаю дальше и заодно делаю видео и выставляю будет там пять шесть может быть видео с различными схемами освещения что естественно удлинит мой рабочий день и время но я готов пойти на это если это вам нужно или же вы можете сказать что это перебор это нам это не надо мы это все вот это видели а вот это пожалуй и вот это это было бы интересно может быть и такой выборочный подход то есть понимаете для этого мне нужен так называемый фидбэк отдача я должен слышать то есть если я думаю о вас то вы должны автоматически думать обо мне то есть сообщать мне что же все таки нам хочется и я пойду у вас спокойно на поводу хорошо ну вот в принципе и все и хотя я сейчас даю отмашку говорю пока это не значит что мы прощаемся я просто жду сегодня сегодня вашего ответа от этого будет зависеть как я построю свои дальнейшие два или три дня окей договорились ну а теперь фирма петерсон не прощается с вами хотя и говорит пока пока а